А после нее мы можем выделить 2-7 века. Это эпоха того, что можно было назвать эпохой Мишны и Талмуда. То есть в это время создается талмудическая литература, которая является в каком-то смысле основополагающей. Это и есть, собственно говоря, запись устной торы, которая не должна была быть записана. Дальше, начиная с 8-го, по более широкими мазками пойдем, по 15-й век, это у нас средневековье. Здесь есть эпоха Гаонов вплоть до 11 века, которая является, по сути дела, переходным периодом к средневековой еврейской культуре. Ну и дальше как бы новое и новейшее время, оно более-менее понятно. Так вот, при переходе из этого периода в этот, в средние века, иудаизм, там на самом деле происходит очень серьезная трансформация, трансформация, которая связана с влиянием рационалистической культуры, греческой культуры и так далее. Вот эта самая греческая культура, она на христианскую, например, культура оказывает влияние почти с самого начала. Что она из себя представляет, эта греческая культура? Опять же, я схематично попробую это изобразить. Понятно, что я сейчас не буду всю греческую культуру рассказывать, но я расскажу некую схему, которая, собственно говоря, меняет и определенным образом трансформирует тот мировоззренческий каркас, о котором я рассказывал, вот этот монотеистический. Если говорить о возникновении того, что называется философией или комплексом, комплекс наук о мире в греческой культуре, то он возникает за счет следующей простой вещи. Она, с одной стороны, простая, и сегодня нам кажется простой, а на самом деле она не очень простая. Вот у меня мир, все та же картинка, да? А вот у меня человек. Человек предполагает, что он может себя вынуть из мира и наблюдать, занять созерцательную позицию, начать изучать его, структурировать, понимать, как он устроен и так далее. Простая вещь. И я структурирую мир, у меня возникают дисциплины самые разные. Например, логика, физика, метафизика, астрономия, музыка и так далее. Можно трактаты Аристотеля, можно и дальше перечислить. Вот эта позиция, позиция, собственно говоря, наблюдателя, созерцателя, она порождает то, что называется философией. И философия не в сегодняшнем. Сегодня у нас философией можно назвать все, что угодно. Лежишь на диване, смотришь в потолок философии. Но вообще философия изначально — это комплекс наук о мире. Туда входит, как я уже сказал, и музыка, и астрономия, и все остальное. Потом постепенно разные науки стали покидать философию. И сегодня она осталась как бы бедной ни с чем. Но вообще-то говоря, изначально это, собственно говоря, был комплекс наук о мире. Вот это допущение, допущение, что я могу вынуть себя из мира и наблюдать за ним, изучать его, исследовать и его понимать, оно очень сильное. Собственно, кризис европейской культуры, он связан с обнаружением того, что это допущение слишком сильное. Потому что я на самом-то деле являюсь частью мира, а не тем, кто может себя вынуть из этого мира и адекватно его описать. Я не могу его, возможно, адекватно описать, потому что, вообще-то говоря, сам являюсь частью его. Но, тем не менее, эта позиция приводит к возникновению вот этой дисциплины большой, широкой, очень в то время, которая называется философией. Между философской позицией и позицией монотеистической просто они как небо и земля. Их так и формулирует, например, отец Туртелиан, как Афина и Иерусалим. Афина — это греческая модель мировосприятия, Афина — это иудео-христианская модель мировосприятия. Когда я себя воспринимаю, грубо говоря, этот человек воспринимает мир, видите, мир как книга, он воспринимает себя читателем книги, иногда доходит до того, что он автор книги. А монотеистическая позиция — это позиция, когда я себя воспринимаю как герой этой книги, который должен реализовывать тот или иной сюжет. И поэтому для последовательного приверженца монотеизма, иудео-христианского толка, такая позиция, она в каком-то смысле неприемлема. И то, что неприемлема, она не приходит в голову. То есть задать вопрос относительно того, как же это все устроено, почему там, например, идет дождь, она монотеисту не может прийти в голову, что значит, почему идет дождь. Идет и идет, у нас есть просто предписание, что делать, когда идет дождь. Что там, выходи, строить суку, выходите, суки, туда-сюда. То есть это все обустроено, мир-то уже обустроен, мне не нужно о нем задумываться, зачем и как, почему. У меня это все есть. А если какой-то человек садится и пытается начать это самое изучение, то он, по сути дела, выпадает из проекта, у нас же реализация сюжета идет. А ты что, сел смотреть в микроскоп? Что это такое? Вообще непонятно что. И вот это противоречие, оно, собственно говоря, будет определять все развитие средневековой мысли христианской, еврейской, мусульманской. Противоречие между, с одной стороны, вот этой созерцательной, философской позицией, а с другой стороны позицией религиозной, назовем она так, да, монотеистической, иудиохристианской, в том числе и мусульманской тоже. Но интересно то, что христианская культура почти с самых первых своих шагов пользуется всеми достижениями культуры греческой. В еврейской культуре тоже был один парень, который пытался это слить, даже не один, их было несколько в александрийском еврействе, это Египет, да, как раз Александрия, филон александрийский, да, который пытался интерпретировать писание с точки зрения философии Платона. Но он писал на греческом, и поэтому оказал влияние как раз на христианскую культуру, а не на еврейскую. Для христианской культуры вот эта позиция, или этот инструмент, так его назовем, он оказывается очень удобным, нужным и важным. Почему? Потому что христианская культура, как она появляется, или христианский проект, он носит миссионерский характер. Что значит миссионерский? Ну мы же сказали, да, нам надо подключить всех к этому взгляду, нам нужно всем выдать антенки, чтобы каждый увидел эту самую благодать. Поэтому мы идем и пытаемся эти антенки выдать. Ну а если парни не хотят, например, кто-то артачится, ну можно силу применить, конечно, иногда, да, то есть можно по-разному там действовать, но в том числе можно действовать с помощью рационалистической аргументации, которая, вообще-то говоря, ну достаточно сугестивна, да, то есть, носит хороший убедительный характер и так далее. И возникает целая плеяда так называемых отцов церкви, вы, наверное, слышали о них, или их называют апологетами иногда, да, вот отцы церкви, они используют, собственно говоря, зачастую рационалистическую аргументацию, подчеркнутую из греческой культуры, да, из греческой философии, пусть не в виде исследования мира как такового, а просто как инструмент, да, берем микроскоп, мы, может, не будем сейчас осматривать, сколько там ног у какой-нибудь стрекозы или что-нибудь такое, или как она устроена, но мы с помощью микроскопа покажем парню, что здесь существует на самом деле божественная благодать. Посмотри, он заглянул в микроскоп и увидел, значит, микроскоп пригодился. Если микроскоп нам открывает этот путь, то нормально, мы его записываем нам в пользу. То есть, например, как ощутить благодать, да, можно с помощью этого микроскопа. Или, например, а можно театр устроить? Театр — совершенно греческая история, которая тоже рождается из вот этой позиции, да, из позиции созерцательной. Как только я занимаюсь созерцательной позицию по отношению к жизни, к миру, я могу на самом деле представить себе, ну, просто сделать этот мир, посмотреть на него еще раз, да, то есть сделать подобие этого мира, провести героев перед собой и так далее. Может прийти идея относительно театра монотеисту в голову? Нет, конечно, какой театр? У нас реализация сюжета, они тут непонятно, что устраивают. У нас же и так идет вот целый процесс, мы, собственно говоря, у нас и так театр. То есть все равно, что театр в театре делать. Мы же и так, собственно говоря, реализуем божественный сюжет по определенному сценарию и так далее, и так далее. Кто же сейчас театр будет делать? В христианстве театр возможен в большей степени, чем в иудаизме. Почему? Ну, потому что если вдруг театр будет таким, который меня торкнет так, что я вдруг открою глаза и смогу ощутить благодать, годится. То есть в каком-то смысле оказывается, что мне годится, ну, много чего годится для того, чтобы открыть глаза. То есть для того, чтобы открыть глаза, может пригодиться все, что угодно. Этим можно воспользоваться. А иудаизм, вот этот иудаизм, да, вплоть до, как я уже сказал, христианства. То есть, по сути дела, получается, отцы церкви, это примерно вот этот период как раз. То есть отцы церкви христианские, они используют все наработки философии. И среди них, правда, раздаются голоса вот того же Тертулиана. Тертулиан говорит им, не надо, ребята, не надо, не трогайте микроскоп. Вы увлечетесь, начнете исследовать не то, что нам нужно. Это, конечно, хорошо защищать религию, но это опасно. И театр тоже опасная штука. Там вы скатитесь немедленно к тому, что показывают в греческих театрах, а там же показывают непонятно что. То есть театр, понятно, бывает плохой, так же, как и философия бывает плохая. Бывает хорошая, которая служит нам, для нашего проекта. Но вы, тем не менее, этим инструментом не пользуетесь, говорит Тертулян. А в еврейской культуре вот в этот период никто не собирается этим пользоваться. Они по-прежнему как бы все, вот эти обойные молотки туда-сюда. Сейчас мы про это скажем, как, собственно говоря, действует, что возникает в рамках еврейской культуры вот в этот период. И в этом смысле получается, что, скажем так, философский компонент, он насаживается на христианский проект довольно-таки изрядно там располагается и так далее. То есть все эти рационалистические элементы, они оказываются частью, ну, скажем так, христианской пропаганды. Слово пропаганда не очень хорошо звучит, но апологетика, это, собственно говоря, и есть пропаганда. Апологетика — это защита, пропаганда — это наступление. Но, в принципе, христианская культура, так же, как и исламская культура, склонна к наступлению. Ну, потому что, опять же, по логике, не потому что такие они агрессивные. Дело не в агрессивности, а дело просто в задумке проекта. Если Израиль, то есть евреи, почему они не занимаются миссионерством? Или до поры до времени не занимались. Почему? Потому что они говорят, не мешайте, мы все сделаем, придете, все будет хорошо. Такая же история, да? А в христианстве теперь Израиль — это что? Израиль — это те, кто видит, а теперь нам нужно, чтобы вернуться в Эдемский сад, чтобы все увидели, что произошла благодать. Тогда, собственно говоря, все получится. Поэтому нам нужно, конечно, всем и каждому это рассказывать. Забегая вперед, я сейчас вернусь к вот этому периоду, а пока забегая вперед, скажу, что то, что произошло в еврейской культуре вот в этот период, в период, на самом деле, в X веке, с VIII такие тенденции начинают появляться, а в X, собственно говоря, это происходит, произошла культурная революция. Когда весь спектр жанров греческой культуры был привнесен в иудаизм, неким сади и гаоном. И тогда евреи оказалось легитимным в еврейской культуре писать трактаты теологические, философские, заниматься грамматикой, заниматься наукой, заниматься поэзией, ну и так далее. То есть все эти вещи стали вдруг легитимными. Я сейчас не буду подробно рассказывать, как это произошло и почему сади Гаон произвел эту революцию, но она произошла в X веке. И в этом смысле средневековая культура еврейская, с ней произошло следующее. Если в христианской культуре, в исламе то же самое, есть некоторые, кто использует этот инструмент философии и всего, что с этим связано, то есть сердцательные позиции для апологии христианства или ислама. Но есть и противники, есть те, кто говорит, не нужно этого делать, это чуждая нам история. Мы не должны, собственно говоря, связываться с этой чуждой мыслью греческой, с этими афинами, чтобы вообще что-то доказывать. Это очень опасно и так далее. А в еврейской культуре, когда Саадия производит вот эту самую революцию, нет никакой оппозиции, потому что он и является, собственно говоря, главой общины, он главный представитель еврейской элиты. И получается, что еврейская культура, позже всех, придя к греческой, неожиданно оказывается самой рациональной, по сравнению с братскими конфессиями. И тогда спор между иудаизмом и христианством обретает совершенно новые черты, совершенно неожиданные. То есть до этого они спорили, видишь благодать, не видишь благодать. Теперь, в средние века, спор будет вестись уже на языке как раз вот этом, на языке рационалистическом. И здесь неожиданно преимущество будет у евреев. Ну, в смысле... Каким образом? Если христианство через веру, а не через мистику и философию. Ну, преимущество как бы в сфере вот этой рационалистической аргументации. Потому что на самом деле, если говорить о рационалистической аргументации, то в христианстве допущений иррациональных гораздо больше. Ну, например, боговоплощение. Как боговоплощение? Трансцедентный же бог. Ну да, да, то есть если как бы так. Как же? Может произойти... Мы можем рекламентировать ему явление на земле? Понятно, что мы не можем. Я говорю, что если исходить из рационалистических позиций, то иудаизм в средние века оказывается в более выгодной ситуации. То есть для того, чтобы оспорить, теперь уже, чтобы вступить в спор, вот то, что вы сейчас говорите, чтобы спорить теперь христианам, чтобы спорить с иудеями, им нужно уйти от рационализма. Отказаться. А иудеи говорят, «Так вы же сами вроде как бы... У вас же рационализм-то, вы вроде сами что-то с ним заигрывали? Не-не-не-не, теперь нам не нужно. Все. Ну, получается, не очень как бы так, да? Дело в том, что христианство взято из иудаизма, поэтому он не спорит с иудаизмом. Как же не спорить? Мы только что говорили про спор. Это только взгляд. Это неверный взгляд. Как неверный взгляд? Значит, неверный взгляд. Христианство взято из иудаизма. Он во своей основе. И что? А это все потом нахлобучено всякими там ислителями, философами и так далее. Не-не-не, ничего не нахлобучено. Причем здесь нахлобучено? Нахлобучено может быть здесь, да? То есть, если мы говорим о средневековых спорах, средневековые споры, они ведутся часто, да? Они ведутся на рационалистическом языке. То есть, они ведутся с использованием элементов философии. Но про спор изначальный я только что вам рассказал, что значит нет спора. Есть грандиозный спор. Как так? Это же грандиозный спор. Одно дело, я говорю, что мне нужно навязывать тфелин, строить суку. А другой говорит, это грех. Ничего подобного. Это митсва. Это митсва в иудаизме. А в христианстве это грех. Еще обрезание вздумайте делать. Еще задумайте обрезание делать. Сейчас, сейчас. Я просто хочу проакцентировать. Еще раз. То, что я сейчас вам рассказывал, это не ситуация современная. Я про современность вообще ничего не говорил. Мы еле-еле до средних веков дошли. Правильно? Поэтому я не говорю про современные разные изводы, в том числе и взглядов иудаизма на христианство, и христианство на иудаизм, которые изменились очень сильно. За последние лет, скажем так, совсем сильно изменились. Я рассказываю вам об изначальном принципиальном различии. Вот это принципиальное различие, оно очень острое. Если бы оно не было таким острым, не было бы всей истории средневековой. Не было бы всех гонений, веев и так далее и всего такого. Почему, собственно говоря, оно было столь острым? Я попытался это показать. Сейчас мы еще раз на этом остановимся. То есть, когда я говорю, я иудей, я говорю, что мы, иудеи, должны, например, делать обрезание. Почему? Потому что написано, что христианин говорит. Он говорит, почему это Ветхий Завет. Это было правильно тогда, когда мир не был трансформирован. Но когда мир трансформировался, в самом этом тексте находятся указания на что? На то, к чему это будет подходить в новом мире. А в новом мире к чему это подходит? Это все надо понимать духовно. И нужно буквально делать обрезание. Теперь нужно это понимать духовно. Нужно буквально строить сукку. Это символ. Не нужно буквально. Вы еще сказали, там же есть про обрезание сердца. Бог говорит, я обрежу сердце. Чего же вы будете делать обрезание? Сердце. Операцию на сердце? Не будете же делать? На самом деле есть один парень, который задумал это. Уста и сердце. Это так, я вам в скобках. Это Шейлок в венецианском купце. Он хотел вырезать как раз там, где сердце. Это, по сути дела, обрезание сердца и есть. Сама-сама эта пьеса Шекспира, она прекрасная иллюстрация иудеохристианского спора, которую Шекспир понимает очень глубоко на самом деле. Если вы помните, я сейчас просто намеком скажу. То есть перечитайте эту пьесу, вы увидите, что то, каким образом в этой пьесе христиане побеждают Шейлока. Порция что говорит? Вы написали в договоре, что он тебе должен кусок мяса. Кусок мяса должен, но кровь нет. Кровь же он не должен тебе. Значит, вырежи кусок мяса так, чтобы не пролить ни капли крови. Что она делает? Она буквализирует этот договор. Она побеждает Шейлока каким оружием? Иудейским оружием. Это то, что приписывают христиане иудеям. То есть на самом деле там вся христианская компания, она превращается в иудействующую компанию. А Шейлок, наоборот, он хочет добиться обрезания сердца, то есть христианской позиции. Там вот такой вот замечательный у Шекспира перевертыш. И по сути дела критика христианской культуры, которая, собственно говоря, за счет иудейских методов, собственно, евреи и прищучила. Ну, хорошо, это я отвлекся. Но так или иначе, получается, что христианство настаивает на том, что вот этот самый, как они называют, Ветхий Завет, нужно читать иначе. Почему? Потому что мир трансформировался. Но он был так написан, что он годится и до прошлого мира, и для этого. Но для этого мира я должен его толковать иносказательно, метафорически, аллегорически и так далее. Да, это как бы серьезный спор. Если эти ребята, иудеи, продолжают упорствовать и настаивают на том, чтобы исполнять это так, как это написано, то есть буквально, то есть по-земному, они не признают наличие небесного мира, ну, казалось бы, ну, не признают, не признают, ладно, пусть делают. Может, когда они признают, с одной стороны. А с другой стороны, в тот момент, когда у меня происходит разделение мира на небесный и земной, можно здесь условно говорить на материальные, духовные, если, например, элементы платонизма сюда привнести, опять же, вот этой самой философии, да, и так это будет иногда интерпретироваться. Но, предположим, оставим это, да, просто небесный и земной. У меня теперь есть, у меня как у христианина, у меня есть, на самом деле, совершенно новая ситуация. Я должен, в этом мире есть и то, и другое, есть и земное, и есть небесное. Я должен занять какую сторону? Понятно, какую, небесную. Мало увидеть благодать, надо еще занять место и стать воином этой самой благодати мира небесного. Что тогда из себя представляет мир земной? Он меня атакует, он же меня всячески пытается отвлечь. Объелся, все, нет, антенка не ловит. Видел девушку красивую, все, антенка не ловит. Что сделать? Ну, можно стену выстроить, как вариант. Есть такие ситуации, да, выстроить стену между этим. Я все, я себя закрываю и вот здесь живу. Тогда противоположная сторона, вот эта самая земная сторона, я ее как называю? Дьявольская, она же меня соблазняет. Это дьявол. Земная сторона это дьявол, а небесная это все нормально. Я закрылся, все, сижу. А эти ребята, где они работают? Иудеи. На земной стороне. Поэтому ничего личного, но слуги дьявола. Это по логике получилось. Я же ничего, собственно говоря, и не пытался. Они, может, хорошие парни, но они же работают на дьявол, они работают. Они работают на той стороне. А для них это что? У них-то нет этого разделения. Всего земного мира на небесную сторону и земную сторону. Для них это рабочий стол. Они говорят, мы же здесь, с отбойным молотком, мы здесь работаем. Мы же как раз хотим это превратить в небесное. А небесного нет. Как нет, говорят христианин. Как же нет, когда вот оно. Ничего не вижу. Не видишь, слепой. Это серьезный спор. Мало того, пока ты настаиваешь на этом самом земном. Ты же не даешь мне всех этих самых. Я всем уже антенки вручил. А ты сидишь здесь с своим отбойным молотком. Грандиозная история. То есть это серьезный спор. Единственное, что я могу сделать. Я могу взять этих евреев, которые с отбойными молотками не признают этого небесного. И сделать их примером всем народам. Чтобы все народы понимали, что бывает с ребятами, которые не видят небесной благодати. Что с ними бывает. И вот так их, как держать их, как пример. Всех водить туда. И вот посмотрите, как бывает. А, поняли? Да. Ну все, торкнуло. Теперь вы наши. Да, нормально. Открылся взгляд на небесную благодать. Поэтому то, что вы говорите, что нет спора. Еще какой спор? В этом и дело. Ну да. Но в средние века, как раз в эпоху Мишны и Талмуда, нет полемических произведений еврейских, антихристианских. Анти иудейских, христианских полно в этот период. А антихристианских нет. Некоторые говорят, что в Талмуде и в Мишне есть что-то такое. Но на самом деле это не споры. Споры есть. Но мы их не увидим. Я не уверен, что у меня будет время объяснить, почему мы их не увидим. Но может быть я в двух словах скажу. Дело в том, что мы действительно можем увидеть в талмудической литературе некие сатирические зарисовки. Но это не серьезно, это не спор. На самом деле в талмудической литературе существует в том числе концептуальные теологические споры. Но мы их там не увидим, потому что сам текст вот этой устной торы Мишны и Талмуда записан особым образом. Он записан так, что его прочесть нельзя. Он записан на птичьем языке, не на человеческом языке. Он как бы зашифрован. Именно потому что нельзя было записывать эту устную тору. Ее записали. И она есть. Сегодня даже переводят на русский язык. Уже вышло несколько томов. Попробуйте почитать. Если у вас с психикой все нормально, я думаю, что после третьей страницы вы отложите эту книжку. Ну потому что на самом деле там очень специфический язык. Не в том смысле, что там арамейский или еще какой-то. А это просто особый способ письма, который был выработан как раз в рамках этой культуры. Культуры талмудической. Я, может быть, напоследок про это скажу два слова. Хотя, собственно, я последние века вам не рассказал. Но я просто намекнул скорее пунктирчиком. Что споры ведутся, по крайней мере, иудеями. И у них появляются антихристианские полемические произведения. Они в основном используют философскую аргументацию, рационалистическую аргументацию. Они критикуют троицу, боговоплощение и так далее. То есть все эти элементы христианства, которые являются иррациональными, подвергаются критике. Но не с точки зрения иудаизма, про который я рассказывал, а с точки зрения греческой философии. Теперь два слова про, поскольку у нас времени не осталось, может быть, когда-нибудь в другой раз мы подробнее про это поговорим, если вы захотите. О том, каким образом, значит, устроена вот эта литература Мишны и Талмуды. Как я уже сказал, запись этой самой устной торы была запрещена. Что она из себя, собственно говоря, представляет, эта устная тора? Один из возможных вариантов представления о том, что она из себя представляет, что-то я два раза слово представление потребил, неважно. Это то, что из письменной торы добывается с помощью определенных методов, добывается ответ на вопрос, что делать. Как вы сказали, если мы берем иудейский проект в его радикальном варианте, то этот радикальный вариант, он звучит следующим образом. Ни одного действия без указания. Вот я, видите, сейчас двигался, перекладывал ручку туда-сюда, так, всяк поворачивался. В этом смысле я не подхожу к этому иудейскому проекту. Ну, то есть я должен задуматься каждый раз. Любое мое действие, которое оказывается действием спонтанным, оно на самом деле должно меня остановить. Я должен сказать, нет, минутку, почему же я делаю так? А что об этом говорит тора? Конечно, тора ничего об этом не говорит. Она молчит по этому поводу. Но это мы с вами думаем, что она молчит. А в принципе, если у меня есть инструменты, зажим, пинцет и так далее, я с помощью этих инструментов совершаю некий акт. Называется он мидраж. Может быть, вы слышали такое слово. Слово мидраж, на самом деле, если правильно его переводить, то оно звучит на русский, нужно его переводить как пытка. То есть мы выпытываем из текста письменной торы то, что, собственно говоря, необходимо делать. И в этом смысле получается, что, собственно говоря, вот это мидражирование, акты этого мидражирования, это и есть как бы то, чем занимается талумультическая культура. То есть тогда получается, что я на самом деле все время осуществляю непрерывный акт того, чтобы свои действия соотнести с письменным текстом. Я живу как бы под этим самым, под сенью вот этого самого письменного текста. Я не закусываю просто так. Мы взяли огурцы, и что значит огурцами? А кто, собственно, огурцами надо закусывать? Надо спросить, надо задать вопрос, Тори, что делать? Чем закусывать? С помощью определенного инструментария я добываю этот ответ. Дальше этот ответ ясно, что я не могу. Каждый, если каждый начнет добывать, будет непонятно. У нас же коллективная история, у нас проект коллективный. Поэтому на самом деле я прихожу, приходят три парня. Например, оставим закусывание. Ну как вставать с кровати? Один говорит, надо справиться с правой ноги, другой говорит, надо с левой ноги. А третий получил ответ, что надо скатываться с кровати. Три ответа. Что им говорят? Если по правилам все сделано. Сначала проверяют, по правилам все сделано, по правилам. Так, это по правилам, это по правилам, это по правилам. Ты молодец, ты молодец, ты молодец. Ты прав, ты прав. Ну все как по анекдоту. Но поступать-то нам надо, мы же коллектив. Надо поступать как-то определенным образом. выбираем голосуем выбираем вставать правой ноги все дальше мы осуществляем нашу жизнь таким образом сохраняем при этом то что сказал этот этот который сказал слева этот который сказал скатываться мы это тоже сохраняем у нас все это хранится в таких сундуках специальных хранения протоколов допроса письменной торы сакрального текста мы накапливаем у нас их много все нормально при этом что получается получается я вам говорил про то что в сакральном истории есть как бы три персонажа таких больших да это бог и небеса адам и адама для того чтобы человек вернулся в этот самый эдемский сад у меня на самом деле есть два средства приложения я могу исправлять что землю и могу исправлять что человека два варианта могу работать над землей каким-то образом земным миром да и могу работать над человеком по сути дела этот проект как бы распадается на 2 тогда можно себе представить вот то что происходит в эпоху мишны и талмуда это я бы сказал так это формирование не спонтанного человека человек нового типа не спонтанный человек который на самом деле не подчиняется ничему из этого мира никакой детерминанте этого мира он не подчиняется была природа а и же еще социум да есть еще папа с мамой знакомый телевизор ну и так далее даже если ты не смотришь телевизор все равно он есть как-то газеты вообще мнение на самом деле этот проект этот проект выволакивания вытаскивания как из египта да то есть выволакивание человека из его спонтанности в принципе когда он окажется где спонтанным существом тогда он окажется как бы небесным существом я обычно привожу такой пример нам был я много же раз приводил вы записывали миллион раз ну ладно вы наверно не слышали приведу еще раз но последний все надо придумать новый пример такой предположим вот этого иудея талмудического сажают в тюрьму садили в тюрьму у него есть коридор направо и налево что он делает и талмуд не мишну то есть он открывает тору из а если речь идет о создании мидражи он открывает тор строит мидраж открывает тору значит то все но это условно потому что надо же чтобы еще было одобрение социума смысле нашего комьюнити но предположим открывает хорошо понял выявил мидраж нужно идти направо идет направо нормально ходит все время направо коридор где он находится в тюрьме или нет с одной стороны вроде в тюрьме а с другой стороны нет что он делает он исполняет божественный план в каком-то смысле даже лучше понятно что делать на то есть он не уже каждый раз задавать вопросы ходи направо он все ходит направо счастливый исполняет божественный клан его эти самые за ним наблюдают ребята видел что он все время ходит направо хватают его и тащит налево что он делает вырывается открывает тор совершенно верно чем и вырываться зачем вырываться он не фрустирует не вырывается он не рвет на себе волосы нежно было идти направо вот уже за открывает тору ситуация же изменилась про что делать в ситуации если мне нужно идти направо меня тащит налево получает ответ тереби пуговицу его тащит налево он теребит пуговицу что он делает выполнять божественный план где он находится в этом ситуации реализации божественного план он не улови вообще ничего нельзя сделать он ничем не определяется на то что он сразу задает вопрос получает ответ все нормально делать то есть в пределе это вот такая история да то есть история которая формирует человека освобожденного из этого мира проблема как бы вот талмудической культуры там опять же все сложнее потому что я упростил он же не может сам получить медраж и сам начать действовать надо чтобы это было коллективным как бы принято коллективом так вот это принятие коллективом она на самом деле имеет под собой одну ловушку очень серьезную ловушку это серьезная ловушка связанная с тем что ну хорошо кто-то выявил что нужно закусывать арбузами предположим я закусываю арбузами я чему подчиняюсь ну да потому что сказал дядя ну кто-то раввин ну а чё же вы выиграли тогда ничего не мы же хотели парня который бы ничему не подчинялся и он подчиняется теперь потому что ему сказали но все проиграли проект то есть эта ловушка которая очень серьезно для еврейской культуры как ее избежать но они нельзя сказать что об этом не думали мудрицы толмуда как раз они думали об этом и что же они придумали они придумали что на самом деле для нашего комьюнити существует гипер заповедь понятно что надо действовать так надо действовать всякнуть действовать это существует гипер заповедь что это за гипер заповедь изучение торы какой тора изучение не письменной письменной так все знают все нормально что значит изучение торы изучение вот этих самых механизмов с одной стороны и изучение того каким образом были получены те или иные ведраши тогда мне Это изучение Торы является самой главной заповедью и обязательной для всех. Для всех мужчин, по крайней мере. Тогда еще не думали о женщинах. Для всех мужчин. Почему? Потому что изучая Тору, я, собственно говоря, присваиваю вот этот самый мидраж. Мидраж становится мне не указанием дяди, а моим собственным. Это все равно, что решить теорему. То есть не посмотреть задачник, ответ, а решить это самому. Когда я решу это сам, то я, собственно говоря, это присвою. Поэтому, кроме всего прочего, вот эта литература вся, талмудическая литература, она построена на том, что я называю непрямоговорение. Прямо мне вообще ничего не говорят. Со мной разговаривают исключительно загадками. Почему? Именно поэтому, потому что они понимают, что прямо сказанное слово. Я могу двояко… Во-первых, прямо сказанное слово никто не слушает, как вы знаете. То есть говорят ребятам, давайте, ведите себя хорошо, ну давай барабань. То есть это вы по детям, наверное, знаете. Прекрасно, да? Говори, говори. Это с одной стороны. А с другой стороны, если человек начинает действовать в соответствии с моим словом, то я его закабаляю просто этим, да? То есть я его детерминирую просто своим указанием, да? Ну у нас, понятно, я опять же не про современный иудаизм говорю, да? У нас как бы ситуация тяжелая в этом смысле. Но мне нужно каким-то образом его освободить от этого слова. Как его освободить? А вот именно так я ему скажу не прямо, я ему скажу загадкой. Я ему загадаю ребус. Если он его отгадает, то он присвоит этот смысл. А отгадать — это его задача, это его главная заповедь, да? Это, собственно говоря, и есть изучение Торы. Поэтому я буду с ним говорить. И вот все эти тексты, они построены именно таким образом. Они прямо ничего не говорят, хотя, опять же, если говорить про многие современные или средневековые прочтения, из них пытаются извлечь что-то, что сказано прямо. И там действительно прямо, конечно, есть какие-то предложения связанные, которые сказаны, но это не то, что хочет сказать нам этот текст в целом. Потому что он в целом, он с помощью разного рода высказываний выстраивает некую загадку, которую он мне вручает и одновременно отнимает и ждет, когда я это разгадаю. Разгадал — значит, все нормально. Это, собственно говоря, и есть тренинг по освобождению из-под назидающего слова. Для этой культуры существование кодекса немыслимо. Вообще немыслимо. Оно немыслимо даже позже. В восьмом веке, когда некого Полтой Гаона спрашивают, вот у нас есть ребята, которые из Талмуда повывели какие-то действия правильные и составляют список этих действий. Ну потому что каждый раз же невозможно. Талмуд, море такое разливанное, возникает какая-то проблема. Искать, то есть вот они такие составляют конспектики. Можно ли им доверять, этим ребятам? Полтой Гаон кричит, да вы что? И что, Тору решили загубить? Вы же погубите всю Тору. Что значит конспектики? Конспектик — это все. То есть кодекс — это конец. Это конец этого проекта. Когда Маймонит в XII веке пишет Мишны Тора, все то же самое, та же самая критика. Когда Иосиф Карра пишет Шульхана Руха, та же самая критика. Нельзя стагнировать эту самую устную Тору. Устная Тора — это живая вещь, которая должна все время развиваться. В еврейской культуре, скажем так, пошло немножко иначе, пошло по-другому. Это отдельная тема, как все пошло и почему, к чему пришло, почему возникли кодексы, почему они были приняты. Но для вот этой культуры кодекс немыслим. Он, в принципе, в каком-то смысле является альтернативой всему этому. Потому что кодекс является как раз частью рационализации. Почему он появляется в VIII веке? Это вот этот процесс рационализации, когда мы говорим, ну а что же там рыться-то в этих всех непонятно в чем. Давайте составим четкую инструкцию. Но если мы забыли про то, что мы хотели, то, собственно говоря, парня, который никаким инструкциям не подчиняется, вывести, то тогда, конечно, мы его проиграем. А если у нас другая задача, ну тогда да, тогда может быть. Иногда мы теряем работу с человеком. Ну или, по крайней мере, превращаем ее в другую. Понятно, что существует и иная тенденция. Заметим, кстати, да, я вернусь вот к этому примеру. С правой ноги вставать, с левой ноги вставать или скатываться с кровати. Почему и ты прав, и ты прав, и ты прав. Это подводит нас к какой мысли? Это подводит нас к мысли тому, что, вообще-то говоря, ну все ровно с какой ноги вставать. И как вставать вообще-то все равно. Важно не то, что я делаю. Важно то, как я делаю. Потому что я, вставая с правой ноги, или скатываясь, или так далее, я подчиняюсь чему? Я подчиняюсь не своему инстинкту, не удобству, не обстоятельствам, а подчиняюсь я чему-то, что как бы является перпендикуляром к этому миру. То есть является указанием небесным. И больше ничем. А все остальные мне как бы все элементы этого мира, которые пытаются мной овладеть, как Египет, которые пытаются меня поработить и превратить меня в раба той или иной детерминанты, я имею инструмент, как с этим справиться. Какой инструмент? Ну, все тот же инструмент. Вот этот самый пинцет-зажим и письменная тора. У меня меняется ситуация. Я раз, сразу накидываю так, хорошо, все нормально. Теперь в этой ситуации стеребим пуговицу, а в этой ситуации стоим вот так, а в этой не зажигаем свет, а в этой не открываем тон. Тык-тык-тык, и все, я освобождаюсь постепенно от всего. Ну, конечно, если меня все это не настигает, как детерминанта сама по себе, потому что оно же может меня настигнуть тут же, я же тут раз, 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 и все, и оно меня настигает, как чудовище такое новое, которое, собственно, является отражением всех чудовищ этого мира, от которого мы хотим как бы избавиться и получить этого небесного человека. Ну, для этого у меня тоже есть оружие, изучение Торы. Поэтому, если человек изучает Тору, это как раз остается неизменным для еврейской культуры впрочем до сегодняшнего дня, когда изучение Торы является гиперзаповедью на порядок более важной, чем все остальное. Чего, опять же, ну, предположим, если мы вернемся, я сейчас отвлекся на описание того, что из себя представляет ламудическая культура, если говорить о споре иудеохристианском, то понятно, что вот такого настаивания на изучении в христианской культуре нет и быть не может. Ну, потому что, на самом деле, меня к открытию глаз может привести все, что угодно, как я уже сказал, да? Какое-то обстоятельство может привести. Театр даже может, если он правильный театр. Философия, может быть, может меня к этому подтолкнуть еще что-то, что-то неожиданное. Иногда и меч, то есть меня выпороли как следует, все, нормально. Видишь, теперь вижу. То есть, в принципе, разные есть способы к тому, чтобы прийти, но представленность этого небесного субстрата на земле, она является, как бы, ориентиром. А для иудея, нет, он действует в ситуации, как я это называю, отсутствия присутствия. Это после разрушения храма. Отсутствие присутствия. И вот в этом режиме отсутствия присутствия, как бы, когда вроде бы нет этого присутствия, тем не менее, оно должно возникнуть. Почему? Как оно возникнет? возникнет, когда мы вырастим вот этого неспонтанного человека. Он же будет в каком-то смысле небесным. Он не будет вообще подчинен ничему земного мира. И тут, конечно, уже сам Бог, наверное, скажет, ну ничего себе вывели по роду. Это ангел. Давай его на небо. Вот и соединили небо с землей. Ну, хорошо. Я надеюсь, что мне удалось вам что-то рассказать. Мы немножко дольше, чем планировалось разговаривать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. Интересно вообще поставленный вопрос. Мне особенно понравилось, когда действительно в Израиле они берут обвойник и какой-то что-то делают. Я как говорил, что действительно христианство взято из иудаизма. Это так. Потому что оно не взялось ниоткуда, друг, или от философии. Оно не взялось от философии. Потому что там присутствует само по себе. Ну, Кан бы с вами не согласился. Да, может быть. Я с ним там тоже могу поспорить. Я думаю, что в этой пронцедентности, когда Адам еще был в Адамском саду, он был бессмертный. Когда согрешает, он стал смертным. Теряет трансцендентность и спускает его болт на землю подавиться. Я не думаю, что правильно употребляю слово трансцендентное. Но неважно. Это так, потому что человек в трансцендентности, он понимает и Бога, и понимает само бытие. А без трансцендентности, человек, который живет без Бога, он не трансцендентный. Сам человек не может быть трансцендентным. Трансцендентность это вне положенности миру. Если строго. Можно другой термин какой-нибудь исходить. Мы как бы так проговариваем. Теперь нужно человеку вернуться обратно в бессмертие, чтобы быть с Богом. Потому что Бог бессмертный, и Он сотворил человека бессмертным. И нужно его таким обратно принять, чтобы он не был смертным. как это сделать. Вот у нас есть по крайней мере два проекта. Есть еще третий, который соединяет, но мы не говорили про ислам. Отдельная история. Ислам вообще исключается. Почему? Это вообще некачественный подход. Вообще некачественный? Я это так знаю. Это некачественный подход вообще со всех сторон. Опять же если совсем грубо, то это попытка синтезировать и тот и другое. Если совсем схематично, то у нас получается два подхода. Один подход мы через действия, через конкретные действия, действия мы получаем с помощью вот этого самого указания и пинцета. Мы с помощью этих действий либо преобразуем землю, либо преобразуем человека, доводим его до того состояния, которое... А другой вариант? Другой вариант это мы живем в мире уже измененном, Бог нам помог и мы по сути дела пытаемся дотянуться до той благодати, которая уже здесь представлена. То есть, грубо говоря, иудеи строят лестницу в небо, а для христианина уже на самом деле прилетел вертолет и лестница спустилась. Нужно просто найти ее и подняться. Есть ребята, которые говорят вот туда идите, там это, вишли, поднимайся, все. Она как бы вот висит. А иудей он строит. Вот собственно образ. на самом деле в чем основной спор пошел иудеев христиан было понятие как машехо, когда было завоевано иудеев. Просто христиане признают Иисуса машехо, иудеев нет. Я попробовал то же самое сказать несколько иначе. Потому что когда мне говорят признают машехо, они признают машехо. Что это такое непонятно. Я поэтому и говорю что на самом деле что означает само слово машех. Машех помазанник. На греческом это называется Христос. Помазанник. Ну и что помазанник? Есть помазанник, нет помазанника. и что? Неужели есть помазанник, нет помазника что-то меняется поэтому я попытался сказать другими словами я говорю либо мир другой трансформированный либо он сугубо земной либо он сочетает себе земной и небесно это собственно говоря есть тот же самый спор который вы назвали другими словами счет это и есть пор одни говорят что такое приход миссии приход миссии на самом деле это и есть трансформация мир ведь иудеи тоже говорят что трансформация мира должна произойти она должна произойти конечно должна произойти. Но она должна произойти за счет чего? За счет вот этой нашей работы с отбойными молотками. Работаем, 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 дошли до чего-то, произошла трансформация. А с точки зрения христианской она уже произошла. Почему? Потому что недоработали, плохо работали, понятно было, что у вас ничего не получится и поэтому мир трансформировался. Вот я просто по-другому это сформулировал, по-моему, более понятно. Потому что когда говорят, что спор идет о том, был мессия или не был мессия, ну и ничего не понимаем, что это значит. Да. Рафаэль, вопрос, может быть, странный. Представим такую гипотетическую ситуацию, что основная автокефала, православная церковь, патриархия, римский папа, при этом, мы ошибались. Для кого-то будет больше проблемы, для иудаизма или для христианства? Я думаю, что нет, сегодня, про сегодняшнюю ситуацию, как бы мы… В некотором будущем даже, допустим, предположим. Но это значит, что нам сегодняшнюю надо пройти, мы про сегодняшнюю вообще не говорили. Она крайне запутанная, сегодняшняя ситуация. Сегодняшний иудаизм ведь совершенно не такой, как я вам рассказал. Ну вот я вам рассказал про вот этого неспонтанного человека. Разве сегодняшний иудаизм такой? Ну есть элементы этого, конечно, есть. Когда мы видим человека, одетого в меховую шапку и в несколько одежд, который идет в 40-градусной жаре в Иерусалиме, предположим, или в Тель-Авиве, мы понимаем, что это не спонтанный человек. Это понятно, что спонтанный человек, конечно, бы так себя не повел. В этом смысле есть этот элемент, он присутствует в иудаизме. Но присутствует и много чего другого, о чем, собственно говоря, чтобы разобраться в этом, нужно как бы изучать историю развития еврейской культуры. Ну, собственно, для вас и хотят, видимо, как раз этому просветить, научить. Поэтому сегодняшняя ситуация, она почти всегда такая, что в любой мировоззренческой системе — иудейской, христианской, исламской и так далее — существует винегрет самых разных понятий. Я из этого винегрета вынул основные схемки, которые на начальном этапе столкнулись. Дальше произошло много всего другого. И сегодня, например, вы-то меня спокойно слушали, если бы меня слушали религиозные евреи, они бы тут возмущались вообще. Как нет веры? Что значит нет веры? Почему нет? Было бы очень много вопросов. Почему много вопросов? Потому что современный иудаизм, он не такой, он другой уже. Он впитал в себя очень много элементов, в том числе и христианских, там, хасидизм, например. Понятно, что это в каком-то смысле определенно, да, это шаг в сторону христианской позиции. Потому что хасидизм как раз настаивает на представленности чего-то в этом мире, в отличие от как бы того, что я рассказывал. Как раз он настаивает на том, в хасидизме существует такая концепция панэнтеизма. Панэнтеизм – это в отличие от пантеизма. Пантеизм – это когда все, весь мир – это бог, спиноза. А панэнтеизм – это тогда, когда мир является частью божества, но не проявлены. Это проявление должно произойти с помощью, ну там целая история, вот упоминали, орезали, да, снятие одежки, клепот, там, и так далее, и так далее. Это, ну, масса концепций, да, которые в удаизме внедрены. Сегодня существует какой-нибудь реформистский удаизм, такой, сякой, эдакий. Чего только нет. Поэтому, да, поэтому ответить на вопрос на ваш довольно сложно, что произойдет, что угодно. Не знаю, для кого будет больше проблем. Для всех, наверное, будет проблема. Сегодня что, не сделаешь проблемы. Все, что не сделаешь, что-то возникает. А у меня такой вопрос. Вот у Рамбамов прямо всегда есть «я верю в приход Маширха, даже если он задерживается». Так не совсем понятно, это именно он имеет в виду Маширха как человек или то, что трансформация будет? С точки зрения Маймонида, это отдельный вопрос. Он хороший, хорошо, что вы упомянули о нем. Когда Маймонид формулирует догматы веры? В XII веке. Да. Это первые догматы. В иудаизме их нет до этого. В иудаизме просто нет догматов. Нет догматики. Догматика, первая догматика появляется вот у Маймонида. В XII веке. Ну это тоже как бы о чем это говорит? Ну о том, что на самом деле вот то, что называется ментальным состоянием, оно как бы не регламентируется. Это один из элементов как бы иудео-христианского спора, потому что христианин, опять же тот христианин, первый модель христианина, не настоящий христианин, а модель в нашей схеме, он обвиняет иудея или фарисея в том, что тот все совершает формально. В этом одно из обвинений. Вы все делаете формально, накручиваете филин, а сам думает непонятно о чем. То есть понятно даже о чем. Такая как бы понятно. Как бы все эти действия, они так вы выполняете для проформы. Пророки то же самое говорили, конечно. Но здесь интересно то, что ответит иудей в этом споре иудео-христианском. Иудей, он ответил бы следующее. Он бы ответил, что ну да. Действительно, бывает, что думают и не о том. Мы стараемся, работаем над этим, но сделать это нормой, превратить это в норму, это опасная очень штука. Почему? Потому что на самом деле любая нормативная система, она склонна к выхолощиванию. Да, этот иудей сегодня формально выполняет что-то. Накручивает филин, а сам думает непонятно о чем. Мы ему в субботу скажем, ты думай, смотри, не думай о соседке, ты думай о чем-то более таком. Мы ему скажем, но если мы превратим это в норму, если мы перенесем по сути дела нормативную систему на ментальное состояние, на интенцию, то что получится? Она тоже начнет выхолощиваться. И тогда мы получим кого? Мы получим парня, который будет показывать, что он верит. Показывать, что он верит. Когда он показывает, что он делает? Ну нормально, хорошо показывает, нормально, он сделал, сделал, можно проверить. Вот накрутил филин. Что там у него происходит внутри, неизвестно, но по крайней мере филин, вот все, мы видим. А если он начнет имитировать внутреннее состояние ментальное, это для души, для человека это гораздо более худшая ситуация. Но это все равно неизбежно произойдет, если вы перенесете на область интенции, на нормативную систему. Она там начнет выхолощиваться. И вы разрушите человека гораздо больше. Так скажут томатические людей. Он мог бы такое же и маймониду сказать. Зачем ты говоришь, что надо верить? Так и сяк, и сяк, и сяк. Но это отдельный разговор про маймонида и про то, как он воспринимает, например, Мессия, у него как раз трансформация мира, опять же, но он весь иудаизм переосмысляет в духе как бы философском. Это просто тоже совершенно отдельная концепция иудаизма, которая не похожа никак на ту, про которую я говорил. Он написал Мишны Торо, по-моему, да? Он написал Мишны Торо. Мишны Торо — это первый кодекс еврейского закона. Не было до этого кодекса. Это первый кодекс, тоже 12 век. Вот он догматику сформулировал и кодекс написал. Ну потому что он иначе видел иудейский проект. Ну то есть он считал, что он видит так, как и нужно видеть, естественно. Так как все видели до него, и Моисей так видел, по его словам. Но это отличается от того, что я рассказал. И опять же, с ним можно соглашаться или нет. Это драматическая история. По сути, он пытался совершить еще одну революцию культурную. Она не совсем удалась. Но, в общем, это как бы отдельный разговор про маймонида. Что-то я хотел в этом добавить к этому. Ну ладно. Да? Все? Еще? Вопрос? Да? А вот фоисеи превратились в кого-то там. Да, я понял, фоисеи делили христианство. А куда делись садукеи? Садукеи особо никуда не делись. Например, в средневековой литературе садукеями называют караимов. То есть, по сути, все, кто отрицает устную тору, их называют садукеями. Но сама по себе эта группа, точно так же, как ессеев или фарисеев, сопоставлять с конкретными явлениями, предположим, средних веков или даже после разрушения храма, их довольно сложно. То есть, эти ассоциации, они такие сомнительные. Кто говорит, что христиане продолжать или ессеев, ну, может быть, а может и нет. То, что мудрецы Талмуда – это продолжатели фарисеев, ну, может быть, а может и нет. В Талмуде, например, мы видим сатиру на фарисеев. Там два листа сатиры на фарисеев. Они пишут, есть фарисей и такой, но есть семь типов разных фарисеев. Один из них такой фарисей, окровавленный он называется. Он ходит весь в крови, потому что он все время о стены ударяется. Он хочет показать, что он не смотрит на женщину, смотрит только себе под ноги. И вот так хочет показать свою праведность. Такой вот окровавленный фарисей. Ну, и там еще целый ряд таких этих самых. То есть, поэтому, насколько они себя ассоциировали с фарисеями, непонятно. С мудрецы Талмуда. Но в исторической науке проводится как бы связь определенная, что вот это как бы продолжение фарисейской культуры. Кароим существует вовсю. Ну, опять же, их связь с саддукеями очень такая. То есть, их называют только потому, что там было отрицание устной Торы и все остальное. Воскресенье из мертвых отрицает. А фарисеи признают воскресенье из мертвых. Это их различие серьезные. Ну, в том числе. Ну, так мы говорили про свободу выбора тоже. Ну что, будем расставаться? Всё хорошо. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое.